Ну что ж, дамы и господа, возвращаемся, продолжаем. Alliance против Rocks, второй матч Best of 3 Deadly L. Вестерн челленджа. Что Alliance, теперь у них первый пик, забирай сразу Ликана. Rocks повторяет свои вчерашние. Первые баны. Банят Naga, банят Бэтрайдера, Ликана выпускают. Себе, конечно же, получат за это Ember Spirit'а. Alliance за бани. Деньше-то порыщено с инвокером. Но посмотрим, вчера у них статистика против Ликана была весьма одручающая. Очень много было матча вчера. в Rocks-Kiss против Ликана. Не бали они его ни в одном из матчей, видимо, пытались работать против него. Как-то пытались играть. Ну и посмотрим, удастся ли это сегодня. Первый матч был весьма занятный, очень активный, очень агрессивный. Внезапный, скажем так. Надеюсь, действительно появляется Ember Spirit, появляется Дазл. Начало неплохое, но Alliance получили себе то, что им хотелось. Ну а дальше собрать вокруг Ликана пуш-потенциал не проблема. Посмотрим, какой появится саппорт, появится ли в этом матче тоже Shadow Shaman. Габлак стоит отметить его игру в прошлом матче. Хоть и пытались его там разводить на ультимейте, налево-направо. Тем не менее, раз за разом. Приходил, вышки сносил, расформился своим Мидасом весьма неплохо. Дисраптор. Такой немного неожиданный пик, но тем не менее неплохой. Особенно учитывая, что Ember Spirit будет отпрыгивать на своих ремнантах. Во-первых, тимфайт потенциал, во-вторых, возвращать обратно глимцом разбежавшихся. Это все очень полезно. Банят леща, Лайонс. Ну и Рокс, призадумались. Один саппорт остался, кто-то в мид, какой-то оффлейнер. Посмотрим, будет ли на этот раз банить пака. Возможно, есть другие какие-то идеи. Но я думаю, здесь все-таки по саппортам хотелось бы пройтись. Для начала, бан Фуриона. Стандартный бан Фуриона. Понятно, что если Канн с его волками будет еще и Фурион с тринтами, совсем жестья не будет. Ну, плюс Бульдога этого героя отдавать. Не лучшая идея. Бам Бэйн от Альянс. Так, ну а здесь стоит задуматься, Рокс. Банят ли Виномастера, банят ли. Каких-то джанглеров, например, того же самого Чена. Шаду Шаман в наличии. Тот же самый Энш Тепарэйшн, особенно учитывая Дисраптора с его кинетик филдами. В Альянс выбор очень большой в плане саппортов. Свой пуш-потенциал они могут сейчас накопить. Очень серьезно. Полторы минуты имеется Рокс, пока раздумывает. Ну, а у самих Эмбер Спирит есть и есть Дазл. Посмотрим, какую пару доберут к Дазлу, появится ли опять Тренд и в этот раз. Ну, а там уже посмотрим, в какой позиции будет Эмбер Спирит. Экспериментировали, Рокс. Эмбер Спирит у них был фармящий. Похоже, сейчас будет так же, потому что берут пака. Альянс забирает себе Шаду Шамана. Рокс не стали банить никого из пушеров. Вместо этого забанить Шторма. Думали, они все-таки больше про Эсфор. Ну, и в итоге получают они варды Шаду Шамана. Ликана с волками, со всеми его некрономиками. И Дистраптор со Статик Штормом. Скорее всего. Вышки падать будут очень быстро, Рокс. Нужно по этому поводу что-то придумывать. Конечно, есть Эмбер Спирит, есть Пак. Тимфайт потенциал хоть какой-никакой, но имеется. Хоть и оба достаточно худые. Если подловят их, либо Шаду Шаман, либо Дистраптор, будет неприятно. Резерв Тайм. Кэри Эмбер Спирит, это все-таки не то, что хотелось бы. Мирана появляется. Ну, в принципе, тоже неплохо. Конечно, не Луна, но Мирана тоже по-своему полезна. Будут и невидимости, будут и ганки со стрелами. Радиант Тим Бан. Лайонс. Очень безопасный для них драфт. Берут еще и Драгон Найта. Ну и теперь драки будут происходить так, что вбегает Ликан, вбегает Драгон Найт. Два очень крепких силы ика. Задних рядов. Шаду Шаман кого-то хватает, кого-то там глимсует Дистраптор. Расставляют они свои ультимейты. Драться будет очень сложно. Рокс нужно будет как-то отдельно всех контролировать. И понятно, что дополнительный пуш-потенциал с ультимейтом Драгон Найта. Это все тоже для Лайонса очень приятно. Так, ну что, 40 секунд. Остался какой-то герой для Бульдога, какой-то оффлейнер. Клокерка Банит. Ну, здесь на самом деле, что Дарк Фира, что Дума. В принципе, кого угодно можно брать. Банит Рент Альонс. Ну и посмотрим, возможно, появится какой-то поагрессивнее сейчас саппорт. По тимфайтам, в принципе, АОЕ хватает у Рокс. Можно это даже как-то усилить. Хотя, пожалуй, какую-то парочку для Амирана, какого-то Станера. Шаду Демон, собственно. Шаду Демон плюс Дазл. Мы смотрели уже, как это работает, что окружает иллюзиями, прохиливает. Ну и плюс Стрел Амирана туда будет влетать гарантированно. На этом можно будет даже построить весь Эрли Мидгейм, пытаться всех ловить. С такими комбинациями. Можно будет сейвить тех, кого глимсу Дисраптор сейвить. Получивших Драгон Тейл, либо кого хватает. Шаду Шаман, ну и действительно появляется Шаду Демон. Пожалуй, самый идеальный был выбор в этой ситуации. Конечно, не так у него много тимфайт-потенциала, но очень полезный. В то же время саппорт он всегда посыпит одного, спрячет другого, засейвит. Все это очень здорово. Так, Неллайнс, пора показывать своего флейнера, кто это будет. Сейчас посмотрим. Вариантов довольно много. Можно брать хоть Даркфир и хоть Дума, можно хоть Никса на самом деле брать. То есть здесь возможностей очень много. Тот же самый Кентавр, про которого как-то забыли. Ну и я не удивлюсь, если Клоди сейчас нагрян трог с агрессивным трилейном. И если этот трилейн очень шустро не выиграет, то тогда уже для Аланти могут наступить тяжелые времена. Придется надеяться на Драгонайт и именно на Адмирал Бульдога. Вот сейчас Аланти нужно понять. Баунти Хантер в принципе даже может появиться, но в принципе сейчас узнаем. Если захотят ранее размены устраивать Аланти, Баунти Хантер неплохо поможет. Действительно его и берут. Поняли, Аланти про агрессивный трилейн, и Баунти Хантер как раз за Драгонайт им должны перебегать, разбрасывать треки и по очереди всех убивать. Даже если при этом будут терять своих сторон, в плюсе все будут оставаться. То есть все это золото, которое они потеряют на трилейне, они должны будут с Баунти Хантером успешно отбивать. Разбирают постепенно свои героев. Ну и все выглядит весьма неплохо. обоих команд Аланти, как-то они покрепче. Выживаемости у них достаточно много, но Рокс, если будут играть предельно агрессивно, шансы у них есть весьма неплохие. Соло достается Мирана, пак, все дома. Посмотрим, возможно будет меняться сейчас. Ставят пока паузу, не хватает кого-то. Пропал, похоже, что... Пишет, он нужен 2-3 минуты, ну давайте подождем, не проблема. Ну давайте посмотрим пока. Седой на паке, я думаю, поменяются они сейчас соло, соло на Амиране. Габлак, шаду, демон, ел на дазли. В принципе, соло мы уже видели, что входил, он фармил. Сайфейн, то есть в принципе можно его отправить с этими двумя товарищами на топ. Ну и там остался Эмбер Спирит, которым будет играть БЗЗ. В принципе, здесь уже понятно, что опять он будет в первой позиции. На этот раз будет поддерживать Амирана, то есть он не будет единственным райткликером, что не может не радовать. Потому что вчера весь драфт строился исключительно на Эмбер Спирите. Само собой это не работало. Так, ну и Лейнс и GM на Шаду Шамане. С4, Драгон Найтам отправится на Мит, Аки, Дисраптор, Адмирабль Док, Оффлейн, Баунти Хантер, ну и Лода, Лекан. Я не думаю, что получится здесь по Лейнам как-то что-то менять у Лейнс. Наверное, что Лекану можно будет в лес убегать, если на Лейне будут какие-то проблемы, ну а на Лейне проблемы быть должны. Конечно, могут сейчас пожадничать на Рокскис, не пойти агрессивным трейлейнам. Но для них это же будет хуже. Конечно, да, они отдадут тогда опыт Адмирала Бульдога, быстрее появятся треки, но в то же время чем позже получат Шаду Шаман свой ультимейт, чем позже получат Дисраптор свой ультимейт, тем выгоднее это для Рокс. Тем больше будет у них шансов провести удачные драки в мидгейме. Пропал куда-то совсем товарищ Безезет. 2-3 минуты. Пока еще не прошло. Ну и там же посмотрим, там все будет зависеть у Рокс от того, как быстро появится Блинк. Товарищи Пака, как отстоять трейлейн, то есть сейчас самое важное отстоять этот агрессивный трейлейн, то есть комбинация Шадоу Демон, Прохил Даззл плюс Стрела должна работать. Если это не будет работать, то тогда уже начнутся проблемы. Придется Амирану оставлять соло, перемещаться придется, Йолос Габлаком куда-то можно будет прийти на мид, попробовать поганкать Драгонайта. Ну и, пожалуй, самая большая проблема для команды Рокс сейчас в том, что с одной стороны фармит Ликан, с другой стороны фармит Драгоннайт. Плюс Адмирал Бульдог, которому не хотелось бы давать опыт, и не совсем понятно, на ком акцентировать, внимание. То есть гонять лоду, гонять саппортов, да, здорово, не получат ультимейты быстрые, если два товарища лода останется без фарма, но Ликан свой фарм всегда надет. Наседать на ИС-4, если то Ликан выходит внезапно, Сладмирсов Рейнк убивает Рошана, появляется у него там быстренько раны, ну в общем, против рекора играть не очень приятно. Возвращается обратно БЗЗ. Ну давайте начинать. Так, ну что, давайте посмотрим, куда отправят кого. Самое интересное. В принципе, с Сидома можно и сейфлейн оставить. Эмбр против Драгоннайта должен спокойно оставить, вот действительно выходит БЗЗ на мид. Так, Соло с Габлаком отправляем. 2-1-2, похоже, расставляют. Ну и похоже, пак все-таки оффлейнер. Ну не уверен, что это будет лучшей идеей. В то же время, если будут убивать, а не по кулдауну Адмирал Блдога будут, при этом еще и приходить к С-4, то в принципе все будет не так уж и плохо. Конечно, не так агрессивно, как хотелось бы, но более безопасный лейнинг. Наглянуть всегда можно будет. Соло хочет получить. И ранний уровень купил себе. Рецепт на рейсбэн. Доделает потом себе. Купит в Сайдшопе. Блдог с ботинком, но без щитка. То есть, если его поймают саппорта, будет довольно больно. Есть даст, есть даже центры варды. То есть, все сразу закупят Габлак, и на Адмирал Блдоги будут акцентироваться. То есть, решили, что треки, это действительно опасно. Поэтому будут пытаться бить Баунти Хантера. Так, вот Блдог находит Хейст. Хейст забирает, но Габлак все прекрасно понял. Бежит и молится, чтобы Баунти Хантер на него не набросился. Мог, пожалуй, даже набросить Адмирал Блдога. Попробуюсь. Выбить немного Регена из Габлака, но Блдог понимал, что сам он без щитка, и в ответ на получать вполне мог бы. Ну и сфор внезапно обнаруживает, что это Дабл Мид. Треснул саблей. Безетт от такого аж Крепа не добил. В общем, все сразу стало плохо. Ну, в принципе, посмотрим, если Драгонайт оставить здесь без фарма, будет все не так и плохо. Но посмотрим, получится ли это сделать. Халл нажимает Ликан, здесь сразу же прогоняет Седова. Ну, а тем временем, Мид забирает спецблат, уже прямо-таки с первых уровней. Привязали, похоже, Сиринг Чинз, ну и вдвоем убили. Похоже, Йолл хитрился как-то дать свой... свой парахил, свой Шедов Уэйв. Как-то не ожидал такого от Драгонайта, который достаточно плотный должен быть герой у него, и три брони, и в целом он... силовик сам по себе. Но, похоже, неаккуратно как-то отыграл ЛС-4. Опять его привязывает. Дазл прохиливает. Ну, и это второй килл. Мид уже работает прекрасно. Осталось Бульдогу здесь найти, Бульдогу убить пару раз, и у Рокс уже дела пойдут. Именно так, как им хотелось бы. Если сейчас разгонится, взлетит этот Эмбер Спирит, жить я от него в мидгейме просто не будет. То есть, не факт, что получится Альянс собраться всем в пятером. Стоит Центр-Вард, видели, прекрасно. Что перемещается Бульдог, пошел он смотреть на отпулы. Так, Габлак. Получает он женатый. Пытается воевать с Бульдогом. Бульдог довольно сильно, кстати, здесь. Накавыряю о Габлаку, тем не менее, Дисрапшн дали полиция стрела, Бульдог на стрелу уносил, и добиться уже не проблема. Добивая этого Шадоу Демона, ну и, в принципе, план выполняется уже. То есть, два лейна уже чувствуют себя прекрасно. По опыту по фарму дела налаживаются. Лоды, конечно, на фрифарме. Лоды 10 ласхитов. Но саппорты Альянс пока не перемещаются, делают отпулы. Саппорты понимают, что... Нужно гонять пака, иначе у пака все тоже станет замечательно. А пока что пак сам гоняет и GM. Поездный тач не жалеет, ел. Прогоняет там прям кейс-фор. Уже второго уровня Shadow Wave. Если опять сейчас привяжут БЗЗ... Драгонай, это будет очень неприятно. У второго уровня... БЗЗ для сравнения четвертого. Бульдог возвращается, ходит, смотрит. Возможно, стоило бы сходить куда-то. Ну, я не думаю, что на медиан сильно помог бы. Ладно. Надо бы ему как-то с саппортами скооперируется, что-то начать убивать. Но саппорты пока просто не готовы. Они там вторых уровней. Ждут пока что третьей уровень. Так, показался Бульдог. Крипов зацепил, ну и отводит. Отведет сейчас к себе подушку здесь. Даже вот так. Ага, стал невидимым, и Крипов сразу же потерял. Так, пошел искать Габлак. Синтриард поставил Бульдог. Прекрасно понял, что что-то здесь не ладно. Габлака он видел. Ну и продолжает здесь ходить кругами. Сидой уже третий уровень. Так, Бульдог гоняет. Дотянется ли Габлак? Габлак с ботинком на Бульдога. Стрела. Стрела полетела. Бульдог стрел получает. Ну и сразу же на Старшторм. Правда, маны не хватает, но Бульдог уже никуда не уйдет. Мирана подпрыгнула и спокойно добили. Погибает во второй раз. Баунти Хантер. Ну а Йо начинает как-то слишком агрессивно. Он сюда перемещается. Пошел, видимо, на помощь Паку. Хотят попробовать что-то сделать с саппортами, судя по всему. Ну, пожалуй, пока не стоит. Пока просто охраняет руну. Ну а Драгонайт понял, что на Лене ему жить совсем не дадут. Поэтому отправляется делать себе стаки. Стаки защищает. В принципе, хоть какой-то фарм он найдет. Здесь появляется Хейст. Похоже, достанется Бульдогу. Вот теперь Бульдогу бы как-то реализовать своего героя. Сейчас куда-то прибежать где-то. Получить обратно тот опыт, который он сейчас недополучает. Так, Йо приходит на помощь и дома. Будет ли Глимс? Глимсует. Глимсует обратно Йо. Схватил его Шаду Шаман. Граева нет, совсем вместо этого был вкачан поздно тачи. И поэтому Йо погибает. Как-то он совсем странно сюда пришел. Не совсем понятно, зачем. Пришел помогать Паку вместо этого. Начал Паку спасать, сам погиб. Рядом Бульдог на Хейст. И Халл там уже прожат. Пора Сидо убивать. Сидо прекрасно видел, что есть приятность Бульдога. Получает Женаду, получает замедление. Орб есть, ну и сейчас должен укатываться. Даже невидимость им поражали на всякий случай. Так, Эсфор. Продолжает на него наседать БЗЗ. Но БЗЗ пока что один, поэтому Эсфор не так боится. Фейсбутс, конечно, получает уже БЗЗ. Адмирал Бульдог продолжает свое похождение по карте. Сейчас посмотрим, возможно, опять что-то получится ему сделать. Паку он, конечно, не убил. Пробегал все зря, время потерял. Но пока что опыт на миде, я ему оставляю здесь. Просветки в Йолу нет, поэтому себя здесь Бульдог чувствует совершенно спокойно. Да, столько облака. Но как облак пока не перемещается. Сразу же возвращается Драгонайт. Стак у него здесь еще есть, постепенно будет его так забирать. Бутылку носит, на крипов дышит, все прекрасно. Так, ну что, я думаю, можно смотреть уже, как дела по Нетворцу. На первом месте БЗЗ. В принципе, я не думаю, что кого-то это удивит. На втором месте Мирана, который приносит себе Мидас. Ну, а... Ликам пока что только на третьем. Бульдог находит Курьера. Раз удар, еще удар. Добивает. Сразу телепортируется, задача выполнена. Пролетает на мид. Давайте посмотрим, что было в Курьере. Пустой был. Приносил Мидас для Соло. Как минимум Мидас Соло успел получить. Так. Подбирается здесь Дазл. БЗ пока что не бегает, не нападает. Знает, что рядом где-то был... Ага, видят они уже, где находится Бульдог. Ну, а теперь неизвестно, куда пропали саппорты. Лода пройдет Джангл. Так, все-таки привязанный с вор, но все-таки добежать до него подвышку не получилось. Уже покрепче стал Драгонайт. Первый, конечно, у него пассивка, но с уровня уже статов наполучал. Ботинок есть. Есть Мэджик Вант. Ну и саппорты занимаются своей задачей. Стаки делают, стаки расчищаются. Фармит лода, фармит Драгонайт. В общем-то, свой фарм выносит Алайнс. Ранние киллы ранним киллами. Счет до сих пор 4-1, но посмотрим, возможно, что поактивнее сейчас играет. Так, возвращает обратно седого, седого неприятно, седой. Бивает его просто два саппорта. Дазл немного не успел он пролететь. Да и кровава, в принципе, все равно у него нет пока у Йолы. Так, ну а на медиа с тем временем. На медиа пятный сфор и зарезал его. Боза Зетт в одиночку. Размены, пожалуй, не самые приятные для Алайнс. Бульдог, все еще четвертого, все еще нет треков. Не готова Алайнс собираться просто и бежать все вместе. Если, конечно, скоро появится Татик Шторм, скоро появится Вардель Шедо Шамана, но тогда уже... ...станет совсем интересно. Йолы, наседает очень агрессивно, прям тки-наки. Ну что, смотрим графики. Рокс Кис, полторы тысячи за счет ранних киллов, полторы тысячи по золоту и три тысячи по опыту. И надо это преимущество удерживать. Медас медасом. Но я думаю, Соло скоро придется становиться в разы агрессивней. Пока что он никуда не перемещался, пока... ...не было никакой агрессии продолжительной от Рокс. Пока что между лейнами ходят строго саппорты. Я думаю, скоро уже соберутся, Рокс. Сидомба еще ультимейт. И можно уже будет что-то начинать. С невидимостью Мирана можно что-то придумать и так далее. Так, приходит БЗЗ. БЗЗ есть дабл дэмэдж. Ходит, смотрит. Есть саппортов, показали ему. Ну и можно прям подружку забегать, на самом деле, с дабл дэмжем. Там, правда, есть вероятность, что схватит шаду шаманов, с дэмжем убегает. Получая, стоит уфис чуть ли не на по-хп. Варды свои поставил, успел пустить ультимейт ремент. Есть у БЗЗ, если он хочет прилететь туда обратно под Варды. Но под Варды прилетает, возможно, не лучшая идея. Закрыл себя и дэм, но совсем. Поэтому БЗЗ просто берет, убивает дистараптора. Как минимум, пытается это делать. Не едем издали, однако есть сентривард. Ну и как-то по зоне действия сентриварда так и пробежался БЗЗЗ. Если бы сюда просто выбежал, все стало бы. Замечательно. Ну что, не самый удачный ганг. В то же время шаду шаман. Просто, чтобы спасти себя, этот ультимейт мог быть потрачен на раннюю вышку. Лоды, конечно, есть уже Владмир Софринг, есть медальон. Готов, если что, убивать Рошана, готов пушить восьмого уровня. Но, похоже, пуш пока что откладывается. Как минимум на минуту. Пока не отлипнут Варды. Ну а к тому времени, да и в принципе уже получает трек. Баунти Хантер. Про него совсем забыли. Здесь он стоял против Гоблака. Гоблак, конечно, тоже. Он расформился здесь. Его оставил Соло. Соло немного поджанглил. Расчищал там себе стаки. Так, приходит БЗЗ. Смотрит на Бульдога. Подцепили, просветили. Подцепили еще раз. Бульдог поражал все свои стики, которые он копил всю эту тысячу лет. Но, тем не менее, погибает. Барабаны нажали в рассыпную. Ну и здесь телепорт, в итоге зря я потратил из фору. Не только он там. Кто-то отменял телепорт. 7-3. Рокс пока что удерживает преимущество. Дисраптора даже на МИТ в итоге вывели. Пусть быстрее получает свой статик шторм. Драгонайт так и остается. Он на Ботене, пока на него здесь никто не наседает. Так, ну что, пак. Блингдайгер у него появится не самый быстрый. Погибал один раз седой, но и при этом у него 20 лоскитов. Хотя бы, пожалуй, ранние вышки начать собирать. Рокс, если они могут, конечно, это сделать. Они понимают, что там будет ультимейт. А у Драгонайт это будет ультимейт шаду шамана. Сейчас уже Дисраптор свой статик шторм получит. И вот тогда уже все начнется. Так, возвращает Йолу. Ну и первый трек килл. Трек, трек далее. Драгонтейл. С4 ультимейт не жалеет, но и Йолу сразу же собревает. Однако здесь теряет и джема. Потеряет ли? Схватили БЗД и БЗД просто убивать ликан. Седой развернулся, помог добить шаду шамана. Ну и сам тоже попался ликан и лодовый в итоге забирает. Дабл килл. Здесь сразу же наседают на Миталайенс. Плюются драконом. Пытаются соло размениться вышкой, но получается это не так. Быстро. Потеряли Таурокс. Однако ультимейт. Пурж дали. Бульдогу? Бульдог все-таки отходит. Вдвоем с Дазном его не убить. Теперь жулика наседает на топ. То есть все-таки оправились в Алайнс от своего рельгейма. И начинают они по вышкам ходить методично. Возвращает обратно соло. Соло готовы добивать. Варды. Что-то шаман потратил, но варды. Особо не помогли в этом плане. Прожимает волновидимость. На этом случае всегда есть антриворд. Этот шоками джем. Добивает. Ждали они Адмирал Бульдога, но не успел тут на трек прибежать. До последнего там. Так, здесь. Чуть не пострадал БЗЗ. Ну и внезапно выясняется, что есть Блинкдаггер. У шеду шамана саппорта. На 12-й минуте. 3-1-3 у него в счет. И 27 элс хитов имеет. Отпулы фармил. Неплохо расформился. Ну что, для Рокс сейчас тяжелые времена должны наступать. Медас на Амирана это, конечно, замечательно. Здесь барабан. Все это тоже здорово. Но тимфайт потенциал у них сейчас зависит только от их кнопочек. То есть им ловить по одному кого-то, пытаться выцеплять. Все это можно делать сейчас. Но честную драку 5 на 5 вряд ли они смогут принять. Так, и джем с своим Блинков готов. Он, скорее всего, хватает соло. Прячется Бульдог. Кал дали. Можно напрыгивать. Но пока что джем чего-то ждет. Влекам бьет Рошана. Здесь находится рожевая лиза. И прогоняет. Бульдог сразу пошел смотреть, куда отправится Мирана. Соло идет. Просто бьет вышку, пытается добить. На нее начинает наседать на Мирал Бульдог. Вышку добить. Появляется Дегаблак. Ну и Бульдог попался. Там шаду шаман. Стоял, сидел в засаде. И в итоге теряет вышку. Теряет Мирал Бульдога. На Рошане здесь гоняет лоду до сих пор. Привязывает лоду. Хекс в ответ на БДЗ. Статик штормом дали. Скорее всего, погибнет. Блейнгард у него всего лишь первый уровень. Да в любом случае не успел надеть. Так, и джема. Добивает ли соло? Соло добивает и джема здесь. Здесь рапшин дали. Поймали Аки. Полиция стреляла. Стрелал бы никуда. Но, тем не менее, успели дать поезд на тач. И Аки сейчас должен уже погибать. Ну что? Погибли все, кроме лоды. Драгонайта здесь просто не было. Драгонайт заплевывал вышку. Плейн Тир 2 Тауэр продамажил. Но что самое главное. Рошана не упустили Рокс. То есть в следующий раз Ликана там можно будет подловить. Ликана отправляется в лес. Начинает джанглист. Находит его здесь БЗ. Находит ли? Большой вопрос. Как-то они бегают друг за другом. Ну и разминулись. Так, летит Курьер. Курьер, в общем, ничего не нашел БЗЗ в итоге. Ну а Бульдок находит Соло. Должен прилетать Шаду Шамаз. Сейчас, в принципе, Глимса должно хватать. Соло. Получает рек. Получает же надо. Рядом Джем готов хватать. Ну и Соло должен здесь уже погибать. Так, последний Тендерстрайк. Не надо блокировать с Габлаку. Нужно прятать Дисрапшн. Дисрапшн дали Аки. До последнего, до конца пытается спасать. Пытается забрать все-таки на Соло. Но в итоге сам погибает. Прохилили бы сейчас Миран эту. Есть ли урна? Давайте посмотрим. Где есть саппорты. Как-то это не те саппорты. Вот. Правильно, саппорты. Урна есть, но почему-то ноль зарядов удастся. Так, попался. Попался Джем, сразу же его зарезали. Соло в итоге пока бежит на базу. Появится. Скоро у нее Яша появится. Монтостай. Соло собирается прям-таки. Карт-кэрри. Соло понимает, что будут приходить с некрономиками, с волками. Нужно будет покупать и Монтостай. Не удивлюсь, если Мельнир появится, чтобы все это расчищать. Одного Эмбра здесь явно не хватит. Да и Эмбра в любом случае пока что слотов на урон просто нет. Как я понимаю, копить будет он на Баттлфире. Ну и сейчас единственное, чего хотелось бы урокить, это даггер на паке. Пак пока 9 сотен, конечно, имеется, но 9 сотен явно не хватает. Где-то фарм нужно искать сейчас. Сидом как-то не совсем понятно, куда перемещать. Возможно, на бутейн. Может, стоит им даже переместиться. Либо стоит убивать вышки. Вот как раз Рокс стоят и думают, что делают дальше. Приходит соло. Здесь готовы уже. А Лайнс, они только и ждут, когда к ним придет кто-то. Когда кто-то начнет что-то ломать. Теперь Блинк появляется уже и Гублака. Несет он себе Блинк. Здесь готовы все прямо-таки нападать. Развешиваются треки налево-направо. На Рошан посмотрели. Рошан все еще живой и сразу же туда приходит. И Джем. Рядом еще и Аки. Как бы сейчас их не поймали. Ремна там. Что-то шаман отпрыгивает. На месте Лоды я бы сейчас просто бежал и ломал здесь Тирдотауэр. Доступ открыт. Лода пока что джанглит. Лода. Так, привязали с едой. Стрела полетела, но стрела уже как-то запоздала немного была. Очень неуверенно здесь стоит Рокс. Они тратят огромное количество времени сейчас. Лайнс, конечно, тоже время тратят, но у них фармит Лоды как минимум. Рокс же просто пятером стоит на меде и смотрит. Думаю, что делать дальше. Подцепит ли они кого-нибудь, ждут они момента, ждали крипов. Приходят крипы, поливится вышка, побежал. Побежал без зезет, опять перевязывает он из форт. Полетели треки. Ну и Лода уже подбирается к Лейну, но никак он не выйдет. С его сплитпуш потенциалом давно бы вышку сломал. Так. И в итоге просто Шадо Шаманса на удар дынает этот тавр, вокруг которого пятером стояли чуть ли не две минуты. Аки попался, а Аки погибает, но малой крови отделались Альянс. В принципе, могло быть. И похуже так. О, здесь находит, находит Эсфор, продолжает за ним гоняться здесь. Эмбер Спирит, он Эмбер Трек. Эсфор убегает. Неужели дальше продолжат пушить? Нет. Нужно Лейн вернуть обратно. Наседает пока что втроем. Вчетвером даже. Ждут, пока вернется Эмбра и Вембра. Скорее всего, есть Ременант. Прилетит он сюда, куда-нибудь в кусты. Давайте посмотрим. Нигде не видно, похоже. Просто улетел. Ну что, Душаман прибежал на Бутлейн, поставил свои ворды. Заставил перемещаться на Бутлейн соло. Сами Малайнс надоёшь, что на меде у них постоянно кто-то крут свертится. На Тирдва уже заходит. Надо разводить всех по лейнам, наконец. Соло вышка за дефл, однако сам без маны. Знаю талант, что сейчас саппорты будут перемещаться с меда. Центр арт поставили. Находит здесь сразу же джема. В джема неприятности здесь. Габлак на неё наседает. Видит адмирал Бульдогу. Просвечивает. И пак. Дэв Дримкоил. Убили Шадоу Шамана. Дисрапшн дали Бульдогу. Сейчас пропадёт с неё, правда, даст. Но это не беда. Габлак уже имеет мега килл. 5-0-3 у неё в счёт. Ну и 17-8 в целом в счёт. Лайонс пытались попробовать поводить их по карте, подловить одиночек. Выяснилось, что там вовсе не одиночки. И что ловят в итоге их самих. Хватает, наконец, и дома на Блинк. Уже более уверенно сейчас будут инициировать Рокс. И можно продолжать идти по вышкам. Почему бы и нет. Ну давайте посмотрим, как здесь сделать. Тысячи примерно. У Рокс Кис преимущество по золотам. Но 5000 по опыту. И это преимущество по опыту сейчас должно сыграть. Это Мирана, которая бренчит медасом постоянно по каждому кулдауну. Это отличное начало Эмбер Спирита. 5-3-4. Ну и не стоит забывать про Габлака, который 5-0-3. Пресчет, который уже свой Блинк имеет. И возможно скоро еще что-то закупит интересное. Формить Соло. Некрономикнов понимает, что съедят его сейчас волки. Как бы не съели. Бежит со всех ног. Разве что барабана нет. Яша помогает, конечно, в этом плане. Не было бы Яши, скорее всего, Соло здесь просто погибал бы. Так, находит Габлака. Габлак стоял здесь на логграунде. И сразу же все у него сдали. Снимай стрик. Драгонайт из форм. Ну и вот топнинг для Рошана. Пора забегать, наконец-то, Лоди. И Джем уже ставит ворды. Уже готовы все здесь сделать. Эмбер Спирит. Денает. Терна, выкупается Габлак. Говорит, что там на Рошане беда. Седой готов тоже инициировать. Сходили, посмотрели. Всех находят. Летает Пак. Дает Саленс. Дает Ринку. Замечательно синицировал. Однако рядом-то никого больше нет. Нет, рядом есть БЗЗ. Убили сразу же. Баунс Кантера убил Рошан. Между прочим, БЗЗ от неприятностей спасает его пока что. Граевом дополнительный урон он вносит. Габлак. Дает Дистрапшн. Ну и БЗЗ продолжает их резать. Кто там забирал Эггис? Ликан забирал Эггис. Роже это Эггис потерял. Бульдога неприятности. Бульдог здесь проседает очень сильно. Лода продолжает грызаться. Грызается Миран. Миран просто отпрыгивает. Киносикфилл поставили. Йоу. Йоу пока что живет. Ну и БЗЗ похоже выкупился. Он вернулся на свою Ренненто. Лода можно здесь добивать. У него ультимейт в кулдауне. И сейчас его скорее всего уничтожат. Все еще живет. Триплкил там делает. БЗЗ пока мы смотрим за приключениями Лоды. БЗЗ здесь в итоге и Вардой зафармил и убил. Напоследок. Дистраптора. Который пытался помогать сам кэрри. Ну и в итоге Тимвайп. Алайнс убили пятирых. Выбили. При этом еще Эггис конечно пришлось тратить байбэк. Нет, даже не тратил байбэк. БЗЗ как-то я не совсем понял как он так прохилился. Ну понятно, что там и Дазл, и урны и так далее. А, ну у него и бутылка есть. Нет, стикум у него нет. Он отставил. Теперь появляется у Солу. Ну а БЗЗ продолжает привязывать здесь. Привязал одного. Приходит сразу же Адмирал Бульдог. Влетает в этот шаман. Пока что терла забирать Рокс. Похоже, просто не готовы. Так, возвращает обратно Соло. Сразу здесь всех привязан. Соло тем не менее. Получается там нужно сейвить. Габлак. Замечательный десерпшн. БЗЗ. Не готов летать. Соло отбегает. Все в расцепной просто. Треки конечно. Успевает накидывать в Бульдог. Влетает и джем. Все кто куда разбегается. Привязывает. Пытается БЗЗ. До последнего Соло. Лип есть. Улетает. Выживая Соло. Здесь обратно возвращает БЗЗ. Глимсом. Но это пока что единственная жертва. Удачный побег более-менее от команды Рокс. Могли потерять куда больше людей. Могли потерять Мирану, что самое главное. Во второе время Ликамп собирает золото с вышки. И продолжает идти. По Бутейну. Здесь ловит Йелла уже. Как там похоже немного замешкаться. Бежал, бежал. Так, сразу же. Прилетает сюда Пак. Пак влетает. Дисраптора добивает. Йоу, сам себя сейвит пока что граевом. Воюет с лодой. Волками его, конечно, сейчас лоду догрызет. Рядом уже и Драгонайт. Соло нажимает мотостайл. Со всеми воюет. Добить бы что-то шаман этого. Но вместо этого добивает Драгонайта. Поллакоми кусочек. Можно продолжать погоню. Лесит Габлак. Находит Бульдога. Бульдога подцепил. Рядом и Джем, который может в таз что-то сделать. Теперь и Джем тоже видит. Вот можно его теперь добить. Ультимейта нету Габлака. Но он готов гнать до последнего. Убили одного, убили второго. 27-12. Прибежали к Стердва Альнс. Как-то они гнались, гнались. В итоге выяснилось, что... Немножко они увлеклись. Вырисовывается постепенно у Сол уже Матстром его. Давайте вернем. Нетворс. Так все будет понятно. Лекан все еще первый по Нетворсу. Есть у него третий микрономик. 1900 у него. Но если так пойдет и дальше... То я знаю, чем закончится. Конечно, по золоту все не так и плохо. Всего лишь 1000 преимущества у Рокс. Но стоит понимать, что это все треки. Если бы не было Баунти Хантера, то в Альнсе было бы уже в районе, ну и в минус 5000, как минимум. Ну и 10000 по Альнсу у Рокс. Это как раз то, что должно сейчас сыграть. Давайте посмотрим, как здесь Hero Level распределились. Распределились. 15 соло, 15 лода. Ну а дальше уже сплошные герои Рокс Киз. Скоро Мека появится у Йола. Форсталфов еще бы парочку купить, чтобы совсем замечательно было. Посмотрим, возможно, сейчас займутся. Седой копит уже на сайте УАЙС. Есть уже ультимейтор. Уплотняется пак. Так, ну что, Рошана пока что нет. За Рошана здесь была такая продолжительная драка, что все друг за другом гонялись. Чуть ли не полчаса. Ну и Брак Слоу доделал уже Battle Fury. 24-я минута. Неплохой тайминг, особенно учитывая, что четыре раза он погибал. Собирал для этого фазы барабан. Так, у Соло неприятно. Соло просветили. Спасибо вам. Спасает, Йол. Соло бежит, Соло живет. Хоть трек есть, но Яша должен спасать. Убегает он из-под микрономика, но за ним гонятся дальше волки, но это уже не так страшно. Так, здесь спасает уже Йола. Прыгает Седой. Седой стража получает весь проказ. Шаду Шамана, скорее всего, там просто погибнет. Ну и как-то по одному так всех постепенно теряет Рокс. Добили там паку, здесь добивает Йолу уже. Драгонайт. Как-то даже опомнится, толком не успели Рокс, как выяснилось, что враги-то после, казалось бы, чуть ли не этим вайпы, просто пришли и нашли всех убивать. Так, приходится своей Баттлфьюри. Эмбер Спирит, прыгал, прыгал. И Джем, чтобы он не погиб, Дримкоил дарит. Стоит у Фист, еще один нужно давать. Добить бы Джема. Сплэш не прошел по Джема. Можно влетать туда, на самом деле, нажимать уже кнопочки, вот Соло этим занимается. Убивает одного, убивает. Ультра-кил моментально получает своего Старшторма. Лода последний живой остался, ну и Лода заплющил здесь пак своим. Арбом. Ну, очередной сим-вайп. Прибежали Alliance, убили всех по очереди. Выяснилось, что респаунятся все достаточно быстро. В принципе, там даже не респаунятся, там просто Соло бежал на фонтан прохиливаться, просто с базы там бежал, перемещался с Баттлэйна. Ну и Alliance, немного задержались они. Убивали они паку, убивали саппорта, на этом следовало бы отходить уже. Соло практически доделал уже себе Мельнир. Хватает им ноги просто он. Посмотрим, успеет ли он сломать Тир-2 здесь. Монта ставил. Нажимает. То есть мы поставим, дела должны пойти получше. Есть всякий. Готов он. Нажимает Глимс, телепорт. Пора бежать. Привит один, ну а другого ловит. Поймали. Габлока, однако рядом БЗЗЗ. Как бы и Джем сейчас не пострадал. Там возвращает обратно Мирану. Все-таки, кстати, к шторм поставили Соло. Возможно стоит задуматься о покупке Блэк Ким Бару сейчас. Так что спасет ли? Спасает Даззл. Замечательно отыграют Даззл в этом матче. Ну и сразу же. Минус 4 для Лайенс. Трипл килл для БЗЗ. Соло Годлайк. Шадоу Демона и Даззл в этом матче просто идеально работают. То есть сейф от Габлока, сейф от Даззла. И можно убивать этих двоих огромное количество времени. И они всегда будут живые. Готов Миллер, но здесь ребята уже бьют Тир-3. Посмотрим, успеет ли. Ну, Тир-3 успеет сломать. Можно Баранжевый Барак немножко поклупать. Потом придется отходить уже. На милишное время скорее всего не хватит. А вот Тир-3, Барак, убийца всегда замечательно. Броней нет. Ну и в принципе раз здесь никто их не прогоняет, почему бы и нет. Продолжает по второму. Так, на кой и таки? Влетает у него пак, добить бы. Стих прожимает так, яки все еще ждет. Последний плевок, убивает у пак. Дреймкор даже на всякий случай поставил. БЗЗ здесь неприятности, его поймали. Но скорее всего придется. А, ну Даззл там должен доставать. Спасает его Даззл. Адмирал Бульдог. Вдвоем с С4, здесь пошли искать этого Эмбр Спирита, добивать. Ну и здесь приходит наконец Соло с своим Мьяльниром. Как-то они застряли здесь, правда, в деревьях. Пора сбегаться, теряет Йола. Да, все, пора расходиться. Задержались немного здесь Рак-Скис. Отличный эскейп от Габлака. Избегает он Шурикентоса. Ну что, нужно ждать 40 секунд. Есть у команды Лайнс на то, чтобы сломать Тир-2 на миде. Потеряли один Барак, но второй засейвили пока что. Плэйн ХП. У второго Барака. Ну и Соло не сейчас себе Укрклапа. Он понял все про Блэкин Бар. Понял про Статик Шторм. Что если его Глемсон возвращается, Статик Шторм ставит. Он просто стоит там, дергается. Ничего толком сделать не может. Ну и как только у Мирана появится Блэкин Бар, уже себя чувствовать будут в разы увереннее. Раксы. Сейчас уже Ипак скоро доделает Сворд, факт. Ну а тем временем до Рошана 3 минуты. И когда появится Рошан, начнется самое интересное. Гем покупает себе Даззл. Один Форстаф есть, посмотрим. Как дела у Даззла. Даззл бы еще Форстаф, было бы замечательно, чтобы прям максимум. Утилить и максимум сейвов. Ну и Эмбрус Перед постепенно наклевывается второй Обитл Фьюр. Буквально 5-8 осталось, даже уже поменьше. Ну и там останется сделать Кристаллис и всю эту Араву он будет на Хэграунде защищать очень смело. Если даже Тимфайт они проиграют. Если придут Алайнс их пушить. Ну что, давайте посмотрим. 6 тысяч у Рокскиз по золоту. За 15 уже чуть ли не... Ну, в районе 17-18 тысяч. У них же по опыту. А Шадо Шаман покупает Аганим Септер. 13 уровень, конечно, пока Шадо Шаман не так уж страшно, но... Тем не менее. Расчищает здесь все БЗЗ. Тир-3 постепенно проседает. Как бы сейчас не возникли проблемы у Рокс. В том плане, что поймают, убьют одного другого, тогда уже будут неприятности. То есть перемещаться им теперь только командно стоит. Хотелось бы, конечно, ловить каких-то одиночек, но одиночек не поймать. Волками всегда дают информацию лода о том, где кто находится. Ну, вот он Персеверанс. То есть второй бутыл фьюли готовы, забирает. Эмбос Персеверанс. Ну и пора собираться, пора уже. Ага, понимаю, что их видят. Волк убили. Рошан скоро появится, надо проследить за этим сейчас будет Рокс. Соло в одиночку Пуштейн, но знаю, что сейчас к нему придется команда. И сейчас главная задача вернуть Ликана на базу, потому что Ликан вполне сможет проломать сторону, если дать ему это пространство. То есть сейчас появляется такая развилка. Волайнс для них это очень приятная сейчас ситуация, что Ликан должен возвращать кого-то на базу, однако на базу может вернуться Эмбер Спирит. Который просто ставит здесь Ремнант и потом на него обратно летит. Вот он, собственно, так и делает. Ремнант стоит у него на меде, приходит он к Лоде. Грызет здесь Лоду. Защищает его, не коронамиканов. Летает во все стороны. Ремнант свой потратил, он, конечно, на меде, но Лоду отогнал. Ну и Соло на перерез. Хитрый план. Товарищи Соло. Стрела полетела и действительно чуть было Лоду не пришпилил. Так, вижен был, Лода сразу же телепортировался. Лода, понимаешь-то, задерживаться не стоит. Посмотрел, ел постоянно на Бульдога. Ну что, лейны отпушены. Теперь уже Рокс чувствует себя очень уверенно. Их никто не засплитпушит. Вернули Лоду обратно на базу, что самое главное. Ну и пора теперь уже к Рошану прибегать. И что с Рошаном придумать? У Шадо Шамана есть варды второго уровня с ультимейтом. И если под это все поставить... Сейчас важно очень. Чтобы Соло без ее Блэкин Бару, чтобы БЗЗ вдвоем попались под ультимейты саппортов. Если получится это сделать, будет просто идеально. И Лода появляется Кираса. Отправляет постоянно свои иллюзии Мирану. Смотрит, кто где. Здесь ходят все смоки. Смок скоро пропадет. Между прочим, появится информация. Так, сходили в арт, поставили. Не показывает себя пока Штрокс. Хоть и видит, что есть Апсервер. Апсервер убивает Мирана. Здесь Седой находит. Находит Лоду, видит. Видит еще и Дестраптора. Мистер Мор дает. Драгонформу сразу же включает ИСФОР. Можно было отойти даже на самом деле, чтобы Драгонформу он просто никуда потратил. В идеале хотелось бы драться с обычным... Так, так, застряли здесь. В этом узком месте, неприятном. Привязывает Волков БЗЗ. Пытался как-то всех остановить. В итоге сам получает Драгонтейл. И завязывается очень неприятный теперь уже для Лайнс Драг, потому что Драгонайт у них застрял. Заставили его потратить Блокимбар и пора уже точно в рассыпную, потому что развели его на 2 его кулдауна. Забирают. Елон невидимость. Влетает БЗЗ и просто режет одного за одним. Убивает сразу Драгонтейл Сидоу. Сидоу влетает, получает Драгонтейл Сидоу. Моментально убивать здесь. Адмирал Бульдог. И GM все еще живет. Наседает на каблаках, каблакада бить бы. БЗЗ. Прыгает на вард. Продолжает здесь их резать. На него все дают, что у него там пока что. Был флеймбрейк, но потеряли четырех Рокс. Очень удачно для них в итоге вышла Драгонтейл Сидоу. То есть, казалось бы, начало неплохое было. Развели на Блокимбар. Но потом БЗЗ просто взял и влетел через 3к граунду здесь. Развязал эту Драгонтейл Сидоу. Теперь уже у Солу здесь неприятности. Он, кстати, добил Лода напоследок. Но из-за того, что Лода сейчас погиб, Порошан забрать не получится. Крипов еле-еле здесь успевают ввести от Барака, чтобы не потерять сторону. Очень сумбурная Драга в итоге вышла для обоих сторон. Гем валяется, просто Курьер за ним летит. Пингует Лода, что надо Гем там забирать в Вардом. Они прекрасно этот Гем видят. Видят уже и Курьера, возможно, кто-то успеет туда перебежать. Но нет. Ходит Курьер, ищет этот самый Гем. И в итоге просто не находит. Рядом Бульдог, он готов забирать артефакт. Стоит и просто ждет, когда же появится Курьер. Забирает эту Гему, и Курьера отправляет обратно Рокс. Все прекрасно поняли. Ну что? Рокс. Потеряли они здесь довольно серьезно. Потеряли. 5000 у них все еще есть. По золоту, а вот по опту они вернулись обратно на 15000. 15000 все еще звучит очень внушительно. Но в то же время, если так будет и дальше, если каждый раз они так будут попадаться под синего дракона. Под лодос его Кераса и под все прокасты, то тогда все будет очень плохо. В этот раз не получилось. Всех засейвить там, застрялись. Кто на ступеньках попался, кто еще как. Место для драки Рокс. Блин, неудачное. То есть, в идеале хотелось бы им отойти сюда на ступеньки. Как-то либо здесь встать, либо здесь. Просто ждать, когда начнут выбираться сами lines. Беззет немножко поспешил, пожалуй. Но, тем не менее, нажали смог. Отправляются смотреть, кто и где. Нажали мы на shadow. Знаю, что там есть гем, но, тем не менее, ультимейт нажали. Пойдем, смотрели. Показывает себя внезапно соло. Ну и сторону хотелось бы добить. Лода показала себя уже на топе, есть информация. Что до шамана пока что не видели. Эти все товарищи прячутся, ходят все вместе. Ну и иллюзия в сторону бараков. Бараки здесь падают довольно быстро, и тем временем бьют Рошана. Знаю, что Лода навряд ли успеет на Рошана прибежать. Хотя, в принципе, бьют не так быстро, как хотелось бы. Нужно включаться уже. Беззет, как-то он стоял, просто смотрел. Плюс армор дали. Видишь, что здесь перемещаются все. Так. Драгонформа, S-Word, стан моментально в соло. Соло, есть блокимбар, блокимбар, успеете нажать, нажимает блокимбар, сейв. Ему дали. Но, скорее всего, сейчас придется, просто бежать, стреляет пока в Мирал Бульдога. Летает туда-сюда, БЗЗ. Пытается их резать. Нужно разойтись. Драгонформа, они потратили, разве что... Не верен там про блокимбар. Давайте посмотрим. Да, БКБ уже нажимал S-Word. Ну и теперь его ловит, пытается как-то его изолировать от команды. Продолжает в нее настрелить, продолжает лететь. Так, стрельчейнз. И стрелы пришпилили. Отлично, отыграли. Дракона убили, это самое главное. Ну а с волком справиться не проблема уже. Волк уже в лесу, волк уже готовится сплитпушить. Ну и пускает Рошан Альянс. Немного сумбурно, опять была драка, но как-то... Лода постеснялся вам бегать, не было у него блокимбара. Перепугались они, дали время БЗЗ. Внести огромное количество урона с самим слайд офисом. Он там сразу же порезал всех саппортов. Оставил им по полхп, заставил их отбежать. В итоге сейчас четверо идут ломать мид. Ну а пятый. Доломает Тердая, и можно будет ломать уже и вторую сторону сразу же после этого. Ну нет, сначала Соло нужно слетать на базу. Ага, возвращает его Глимсом. Развели его на телепорт таким образом. Поэтому сюда прилетает Седой. У Седого есть Сайту Вась, если что, с Леканом он вполне сможет повоевать. Лекан выбегает и прям-таки грызет. Вышку убивает, грызаться начинает в бараке. Барак в миле. Он отрегенится. Сайту Вась он, конечно, получает, но он... Лекан, он бежит. Дримкоил. Получает Дримкоил Лода, рядом уже Габлак. Габлак прожимает ультимейт. Лода довольно много урона вносит. Паку Паку отпрыгивает, но приходит наконец-то Соло. Лода превращается обратно в обычного человека и сразу же погибает. Переоценил он, похоже, свои возможности. Немного пожадничал, можно было вышку забрать. И убежать, пока у Пака не было Дримкоила. Чуть-чуть замешкался и из-за этого погибает. Террая сломали. В сторону сломали Рокс. В общем, пока все неплохо. Эйгис есть. Он БЗЗ, ну и скоро поедет у него Дедаллос. Скоро доделает свои криты. Пак покупает Дагон. Ну, задача здесь у команды Рокс одна. На самом деле, это в тимфайтах просто убивать Драгон Найты. Тот, купив себе Алибарду, теперь прокает Эмисы. Но, в то же время, все постепенно закупаются на дополнительный урон. Соло покупает Иго Сонг. Так, показался. Показался, показался С4, его видно. В Найшедус нажали. Блефует С4, он здесь практически один. Рядом с ним только Шадо Шаман, поэтому Пак может его сейчас ловить. У Пака должен быть Сайты Вайз. Да, доступен кулдаун. Так, влетает Седой. Моментально включается ультимейт С4. Седой не успел никуда отпрыгнуть. Сайты Вайз получает в итоге С4. Рядом уже Йол, ну и можно пытаться добивать. Так, Блэкин Бар, пора разбегаться. Развели на Блэкин Бар. У Йолы неприятность. Йолы сейвит отличный сейф от Глоблака. Седой продолжает прыгать. Сайты Вайз. Хекс получает. А Шадо Шамана очередной сейф от Дазла. Друг друга так они спасают. Седой, конечно, погибнет там в вардах. Хотя должен упрыгивать сейчас блинком. Ну и Соло всех убивает. Забирает даблкил. Пак, конечно, погиб. Не успел он выпрыгнуть своим блинком. Соло. Убивает его Адмирал Бульдог. Очень вовремя здесь оказался. Но в итоге все провели очень неплохо. Безезет здесь сходил из фармилейшнитов. Да дело себе, Дэдлос уже. Сначала Лода попался, потом попался С4. Как-то они слишком самоуверенно начинают отыгрывать. Товарищ Альянс. Несет себе ел новый гем. Ну что, здесь 8 тысяч уже урокс. За 20 обратно переваливает по опыту. Одна сторона пушится, это здорово. Но для полной уверенности хотелось бы сломать вторую. Если вторую сломать им просто не дадут Альянс. Вероятно, все еще есть, что Альянс найдут свою идеальную драку. Просто всех вайпнут. И пойдут ломать, крушить. И сторона голая. То есть если пустить сюда Альянс, он сломает. Одну сторону, как минимум. Здесь, конечно, пока Тир-2 с обеих сторон. Но тем не менее. Отпушить Лейнг Аблак. Что-то Дэмон не так быстро это делает, но... Что-то поздно стакает. Ждут, пока появится соло, но потом можно будет продолжать. Соло, пожалуй, сейчас хотелось бы оставить на байбай. Дорошан, конечно, не так и долго осталось, но... Давать шансов команде Альянс не хотелось бы. Все еще есть аэгис, поэтому пора аэгиси тратить. На аэгиси еще пара минут. Минута. Нужно сейчас с Мираной просто собираться и идти по Меду заходить, перемещаться на Бутейн. Бутейн ломать. Так, валид бродит. Йол должен видеть вард. Нажали смог прямо на варде. Должны понимать, что получилось немного неловко. Да, Йол видит, сейчас вард понимает, что очень глупо они поступили. Ну, кто ж мог знать. Соло понял, что не стоит здесь расхиживать невидимость, не стоит скрываться. Начинает в степеносаду топа. Я не думаю, что буду дефть сейчас Альянс. Альянс пытается сплитпушить, выдвигается опять из форм его друг Шадо Шаман. Соло своей иллюзией отправляет по Меду здесь. Адмирал Бульдог должен разбрасывать треки. Ну и пора дальше потопа. Стреляют по вышке, конечно, ни кераса нет. Ни изоляторов. Но вышка падает очень быстро, соло настрелит, как из пулемета просто. С Эмильниром. Ну, а БЗЗ прикрывает. И пофрещает очень быстро, айсвор включает свою драгонформу. Сразу же все в рассыпную. Нужно переждать драгонформу. Глимс дали БЗЗ, глимс не самый удачный. Так, поцепили айсвор, дали импурш, заставили страсть Блэкинбара и соло влетает. Блэкинбара нажал. Потеряли моментально Пакарокс. Как-то неудачно у них получилось. Хексанули Йола. Пожалуй, пора разбегаться. Хотя, айсвор все еще есть и Пак там. Ну, не знаю, давайте посмотрим, есть у него байбэк, нет. Байбэк есть, но обратно прилететь он, скорее всего, не сможет. Теперь уже ставят варды, что душаман, и его соло защищает, опять же, своими иллюзиями. Варды можно переждать, сейчас Блэкинбар будет в хулдауне, в хулдауне будет драгонформа. Так, поймали, поймали БЗЗ, сразу же Хексим удали. Стрела прилетела, стрела попадает все-таки. В GM'а, засейвили БЗЗ, там продолжают их резаться. Криты упорно не прокают. Ну и соло от нетерпения уже вручную начинает варды расчищать. Действительно пора. Сейчас уже даже Пак скоро вернется. Так, ну и все, крипов расчистили. Тир-3 проседает, треки продолжают раскидывать бульдог, но и драться с пиралайнс просто нечем. Блэкинбар. Вейсфорд, в принципе, успел уже откатиться, но другом формы у него все еще нет. Была инициация какая-то на соло, ее сразу же прячут, либо грейв дают. И так всегда и будет. Такой, отчасти бесконтактный сейчас бой от команды Рокс, что постоянно слей-то-фисты, стрелы летят. Если на кого-то идет инициация ответная, просто сейвят. Прячет дисрапшн. Опять иллюзии Мирана создаются. Соло Блэкинбар включает и пошел. Грызет увлекан. Абисто Блэйд получает соло, нужно ее спасать. Далее. Статик Шторм. Глимсует здесь обратный Йолан, чтобы тот не смог посадить Миран. Но Миран сама уже всех расстрелит налево-направо. Бивает одного, убивает второго, в принципе. Габлак. В Дайонс БЗС их перебивали. Ну и вторую сторону теряет в итоге Лайонс. Потрасили вообще все, что могли. Лода делала ставку на свой Абисто Блэйд. В итоге ставка не сыграла и сейчас уже падает Тир-4. Ну что ж, на этом, я думаю, можно уже заканчивать. Отлично, отыграют Рокс эту серию. Уже доносит Теншн. Так, ну какого поймали? Поймали Сурб. Поросенка превратили, Дагон дали. Ну, в общем-то, до свидания. Здесь напоследок Этериал Блэйд появляется, Габлака. Ди-джи. Ну что ж, отличные матчи. По сравнению со вчерашним представлением от Роксов, сегодня их просто не узнать. Но, тем не менее. У них еще матч против команды Фнатик. Это будет через 40 минут. Сейчас будет небольшая пауза. Ну как небольшая, 40 минут пауза. В один свернемся, продолжим. Посмотрим, как Рокс сыграет против команды Фнатик. До встречи.